А здрасте, всем друзья привет уленьки и продолжаем мы, или не знаю как это сказать, короче прошло еще 100 часов на отрадной долине и в общем-то небольшой отчетик о том какие же изменения случились, хотя на самом деле я уже подзабыл что было тогда, потому что все-таки 100 часов много времени уходит на то чтобы отыграть 100 часов и последний ролик был довольно-таки давно, но в общем-то погнали посмотрим что у нас здесь вообще есть, как у нас чоп продвигается и так далее. Начнем друзья мы с территорий, которые у нас куплены с полями, во-первых закупил я еще 38-39 поле, а также вот эти вот все поля были куплены, а также объединены, они сейчас находятся в процессе, точнее не объединены, но еще ни разу это все дело не засеивалось, вот это поле уже засеяно, я кофе короче решил везде жахнуть, собрать его дохренища и продать задорого, не знаю почему, пускай будет так. На полях особо сильно ничего интересного не происходит, выращиваем то что надо, в общем-то я расскажу о том что нам надо и погнали смотреть тогда заводы, сады и всякую прочую херню. Начнем с садов, они тут рядом находятся, вот они, как у нас тут дела обстоят, кстати тут очень даже они хорошо обстоят, я что-то давно здесь не заходил сюда, надо это все дело сгрузить. Короче говоря, в садах я один раз уже продал полностью урожай, то есть забился вот этот вот весь поддоны с кокосами называется, ну короче вот здесь вот они фасуются в поддоны в большие, и один раз уже полностью все это дело забилось, поэтому я это вывес все продал. Получил не сильно много там денег, около 600 тысяч, на данной карте это вообще ничего не значит. Давай, собирай здесь, так и надо будет сюда потом и удобрения подвезти, ладно, этим я всем займусь, это не проблема. Яблочек, кстати, это же получилось почему-то, прям странно. Вот, давай, отправляем роботов, короче, все это дело сгрузить, а вот этот поддон мы ручками льдем, ручками высыпем, потому что здесь я робота не ставил, как правило я вообще успеваю вот это все дело сделать, позаботиться. Короче, роботы здесь справятся, я уже даже не слежу за этим, это вполне себе классная тема. Вот, надо будет садами, короче, заняться, но сейчас утро как раз вот и пора вот этим всем заниматься будет там. Также, друзья, кстати, на базе я поставил вот такие вот бункеры, то есть, ну, видите, те, которые отличаются от вот этого большого ГСИ. Это бункеры для хранения полезных ископаемых, вот этих вот всех расширений, он каждый, по-моему, на 5 миллионов литров, короче, я их здесь до хрена поставил, поэтому сейчас здесь можно хранить песок, уголь, вот это вот все добываемую херню, вот эту все, опаньки, а тут кнопочка, она не нажимается. А зря. Вот, есть, правда, один косяк, выгружается он здесь и он появляется в меню, а если мы подъезжаем отсюда забрать, он пишет, что ноль песка. Хотя вот здесь в меню оно показывает, что, ну, на складе что-то есть. Элеваторы свои, вот теперь можно здесь хранить песок и прочую херню. Возможно, придется сюда поставить еще один элеватор, вот такой вот, вот такого плана. Сунуть его здесь где-нибудь вот с этой стороны, здесь как раз место есть, но это я попозже сделаю. Как-нибудь вот так вот здесь все красивенько забубенить и, возможно, оно будет здесь прекрасно работать. Добрялка остановит. Да, заводы сейчас, скорее всего, все почти стоят, потому что я мотал ночь и ресурсов не подвез и все такое прочее. Погнали дальше на нашу промзону, там, где наша лесопилка стоит, там тоже много всего интересного. Здесь, блин, а что здесь интересного? Ничего здесь на самом деле сильно интересного нету, никаких заводов работают, я их постоянно обновляю. Что-то ввожу, что-то не ввожу, лес я так и не пилил и лесопилка уже давно остановилась. Посмотреть, сколько леса у нас выпилено уже. Вот сюда придем, ну, в принципе, довольно много. Ух ты, я здесь пеньки забыл еще повырезать. Короче, есть чем заниматься мне здесь. Выпилено леса уже довольно много. Можно, кстати, на самом деле посмотреть статистику, если очень сильно хочется. Всего у нас спилено 134 дерева и нарезано 565 бревен. Пеньков, кстати, не совпадает количество. То есть даже когда все пеньки вырезаны, пеньков он почему-то показывает другое количество здесь в статистике. Не знаю, как это работает, но и не важно. Пеньков показывал больше. Возможно, иногда, знаете, дерево, вот пенек остается вот такой вот высокий, и ты его вроде как спиливаешь, но он остается еще там корешок какой-то. Ты его потом пилишь второй раз. Возможно, оно считается за два раза. Но это тоже, ладно, не важно. Это так, статистика просто для того... Мне интересно вести статистику, поэтому я ее веду. Далее, друзья, у нас есть еще одна маленькая промзона. Я вот не помню, в прошлый раз построился у нас к тому времени вот этот завод или нет. Это завод гипсокартона. Здесь у нас, соответственно, производится гипсокартон, и здесь закончилась бумага. Ее надо будет провести. Гипсокартон вырабатывается вот в такой вот штуке, то есть длинные поддоны, как с брусом, как с досками, или как это тут называется, не помню. Работает эта штука на угле. Угля много я сюда привез. Также нужен клей, гипс, который у нас на камне-дробилке добывается, и поддоны. Поддонов, по-моему, надо много везде. Ну ладно. В связи с этим, из-за того, что у нас мы стали добывать гипсокартон, появилась возможность запустить стройку цементного завода. И на самом деле он уже даже весь построился. Я даже сюда автодрайв проложил полностью. Потому что цементный завод работает на всем сыпущем. Уголь, песок, гравий, известняк и вода. Я это все дело позабивал. Все у нас находится в шахтах, кроме известняка. Известняк добывается на камне-дробилке. Перерабатывается тут все довольно быстро. И вот эти вот все ресурсы нам понадобятся для того, чтобы потом построить вот этот вот завод. Здесь у нас сталилитейный будет стоять. Я, разумеется, сюда отвез то, что уже можно было отвезти. Но вот брусчатку, же блоки, цемент надо будет перевезти с цементного завода. Я думаю, что 50 кубов, как здесь вот сделается, так мы и отвезем все. Если я, конечно же, не забуду. Но это, друзья, еще не все. Я прикупил еще пару заводиков. Поэтому погнали, я вам сейчас их тоже покажу. Во-первых, друзья, вот этот вот завод Корнинг Стекло. Он у нас из угля и песка делает стекло. Тут все просто, поэтому... То есть ресурсы все вот эти есть, поэтому я его, в общем-то, запустил. Работает он крайне медленно. Корнинг Стеклозавод. Здесь показывают, что 6 кубов в час, но это нихренашеньки подобного. 6 кубов в час он не производит. Он уже больше суток работает и сделал всего 8 кубов стекла. То есть прям очень медленно. Также ввиду того, что требуется электроэнергия на этом заводе, пришлось покупать электростанцию. Электростанция от этого завода находится на соседнем острове. В общем-то, он оттуда это все дело подсасывает. Сейчас мы до нее добежим. Вот она стоит. Сюда я поставил 2 угольных вот таких вот добывающих херни. Точнее, модуля. Прикол в том, что 1 модуля не хватает для обеспечения беспрерывной работы стеклозаводу. Кстати, с другими заводами та же фигня. Поэтому я поставил 2. Вроде как работает, вроде как электроэнергия стала накапливаться. До этого она не накапливалась. Здесь, в общем-то, тоже все понятно. Также, друзья, на другом острове я прикупил еще и мукомольный завод. Он у нас просто делает муку из пшеницы овса ржи. Это дело было выращено на полях и перевезено сюда. Овса, понятное дело, меньше всего получилось. Его я, по-моему, выращивал даже дважды. Также здесь нужен дизель как топливо и поддоны. Мука потом появляется россыпью или на поддонах. Как хочешь, так и забирай, насколько я понял. Но я еще ни разу этого не делал. Ее здесь не сильно много получилось за 2 дня работы. Вообще, завод работает довольно быстро. Но я его прикупил совсем недавно. По 2 куба в час оно производит и все нормально. Да, не понимаю зачем, но здесь тоже нужна электроэнергия. То есть и дизель, и электроэнергия. Как это работает, я без понятия. Но соседнюю электростанцию тоже, друзья, пришлось прикупить. Которая у нас вот здесь вот прямо рядом находится. И тоже два вот таких вот модуля я сюда угольных поставил. Потом, если что, заменим их на дизельные. Все будет нормально. Вообще, друзья, все эти участки отняли прям кучу денег. То есть электростанция полтора миллиона. Завод муки еще миллион. Другая электростанция три с половиной миллиона. Завод стекла семь миллионов был. То есть это прям до хрена. Плюс вот здесь вот все вот эти вот добыча гравия миллион. Ну и больше участок. А, и поля тоже. В сумме они около двух миллионов. Трех миллионов у меня получается. Вот эти поля вышли, то есть 900 тысяч, 400, 400, точнее 500, 500 почти. Ну да, почти три миллиона. И вот эти вот два поля еще полтора миллиона примерно. У меня, то есть денег я потратил очень много. Зарабатывал я их в основном на контрактах и продал с сада. 600 тысяч получил примерно. Продать весь урожай садов. По-моему, 600 тысяч я, честно говоря, уже не вспомнил вот так вот. Это было давно и никак мы не узнаем. А, да, и продал я, конечно же, у нас там был урожай конопли, кофе, что-то мы там собирали. Прям много было. Вот это, вот там я прям много заработал. Поэтому и сейчас для денег я вот решил вырастить кофе. Потому что здесь это читерская культура. Она вырастет и мы ее соберем. Все там очень до хрена кофе будет. Продадим и будут деньги еще развиваться, покупать другие какие-то заводы. Ну и впереди, конечно же, у нас стройка сталелитейного завода. И, по сути дела, после сталелитейного завода можно будет уже строить абсолютно все предприятия на карте. Хотя там, на самом деле, есть еще медный завод. Вот этот алка металл какой-то. Тоже переработки металла. Надо будет со всем этим разбираться. Я еще почитаю, что к чему. Это, в общем-то, не проблема. Ну и с заводиками мне тоже надо будет поиграться. А, я, кстати, еще вот эти поля пообъединял все. То есть 40-ое и 44-ое я объединил. А здесь оно вот так вот рядом находится. Это я забыл сказать. Короче, работа потихоньку идет. Я вот на работе, если делать нечего, сижу, поигрываю вот в этом вот, на этом сейве. Может быть, что-то интересное здесь происходит. Но, в основном, я контрактики ведь делаю. Я время почти не мотаю. Вот у нас активацию 137 тысяч. На тюковку не делаю, потому что что-то надоело. Плюс они в автоматическом режиме не делаются. Хотя у нас скоро вся карта уже будет травой засеяна. Тут вот прям вообще до хрена контрактов на сбор урожая. Тоже денег поднимем. Топлива у нас уже прям много. 150 тысяч литров. Но есть еще заводы, которые будут использовать топливо. Поэтому придется. Я тут пополнил вообще все запасы, кроме сарго, да? Сарго, по-моему, на базе, кстати, есть. Я же его выращивал. А рожь у нас осталось, кстати. То, что не влезло. Мак откуда-то остался. Да, сарго я вырастил отдельно еще. 480 кубов привезу сюда, не проблема. Тут, кстати, потихоньку осушилось наше озеро. Воды теперь здесь нету. Надо как-то здесь воды добыть будет. Можно ее будет привезти сюда на самом деле просто. Она выгружается здесь точно так же, как и загружается. Отправить в какой-нибудь... Он около садов колодец. Есть с бесплатной водой. Отправить, просто повозить. Пускай воду увозят. Хотя, с другой стороны, можно из колодца ее будет забирать. Какая разница? С этим, в общем-то, все понятно. Силос у нас не используется нигде. Поэтому это давно стоит. Техники новой абсолютно никакой нету. Потому что эта техника вся справляется. У меня здесь изначально набор был. Чтобы все было нормально. Ну, если кому по статистике интересно, то вот этот товарищ навозил уже 69 миллионов литров. Это с урожаев, это с перевозок. А, ну да, я же, кстати, забыл показать. Я еще поставил на наши всякие вот эти вот добычи. Сейчас я туда переметнусь, покажу. Во. Я сюда везде решил поставить вот эти вот ременные ленты. И потихоньку отсюда вывозил. Это обычно вообще GCP делала. Уголь, песок, гравий, все отсюда вывозили. Придется еще на сталелитейный завод, я так понимаю, вот эту вот штуку покупать. Здесь у нас руда находится. Она будет перерабатываться. Ну, в общем-то, потихонечку работа идет. Я очень медленно, конечно, развиваюсь. Я понимаю, что за 200 часов игры можно было, наверное, пройти всю карту. Но я не мотаю время практически. И заводы строятся относительно медленно. Так что как-то так. У меня на всех вот этих вот стоит. То есть и на песке, и на гравии стоит везде. Вот эти вот ремешки. Поэтому тут все нормально. В общем-то, друзья, на этом, наверное, все. Такой вот кратенький отчетик получился, если вдруг кому интересно. Что тут вообще у нас происходит и как это работает. Пишите ваши комментарии. Лайкусики не забывайте. Спонсорам огромное спасибо за поддержку. Всем спасибо за просмотр. С вами был Никита Дилай. Всем пока-ки. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok